Всем привет! С вами Алекс Ки. Хотела рассказать про полис ОМС и ДМС. В чем разница? Кстати, если вы пользуетесь полисом ДМС, пишите об этом в комментарии, какая у вас страховая компания, потому что я в свое время, когда работал в одной организации, мне предоставила компания полис от Альфа-страхования. В принципе, с чем я столкнулся, я особой разницы не заметил, потому что полис ОМС включает все то же самое, что и ДМС. Единственное, что компания может решить, какими видами услуг ты можешь пользоваться. Некоторые компании включают стоматолога и МРТ, и дополнительно какие-то дорогостоящие услуги, которые плачет работодатель. В полисе ОМС все довольно-таки немножко в другом ракурсе. Если ты приходишь и хочешь получить те же самые услуги, то, возможно, тебе придется пройти нескольких врачей. На своем примере расскажу, почему я решил поднять эту тему, потому что я столкнулся с тем, что если я беру полис ДМС и обращаюсь в одну платную поликлинику, то меня этот же врач обслуживает в бесплатном медицинском учреждении, в принципе, если я бы прошел по тому же самому полису ОМС. Еще такой вот небольшой нюанс, который мне не очень понятен. Если же, например, я иду на какую-то процедуру в платные учреждения, которые вообще не требуют полиса ОМС, ДМС, вообще ничего не надо, им только нужен паспорт, чтобы заключить с тобой договор оказания услуг. При оказании медицинской помощи требуется от посетителя, клиента минимум каких-либо анализов, сведений, данных. Если же я иду, например, по бесплатной линии, по полису ОМС, то с меня спросят и флюорографию, и кучу всяких анализов, и еще куда-то надо сходить, с кем-то посоветоваться, чтобы они дали свое заключение. Для чего и зачем? Непонятно. Если же система работает исправно в платном направлении, почему необходимо еще дополнительно каких-то необходимых документов, чтобы пройти ту же самую аналогичную процедуру? При этом, на что я обратила внимание. Я вот ходила к врачу и посмотрела специально на сайте, который имеется в нашем регионе. И данный врач, который принимал меня, он также работает как в бесплатной государственной больнице, также и является сотрудником данного направления в платной клинике. Если он там принимает без каких-либо дополнительных документов, то почему же он просит от своих пациентов дополнительно каких-либо справок, документов, подтверждений, консультаций и так далее? Не совсем понятно, зачем. Я считаю, что в принципе врачи, что по ОМС, если ты обращаешься по полису ОМС, что ты обращаешься по полису ДМС, разницы как таковой нет, потому что врачи в принципе везде одинаковые. Если у вас есть какие-либо знакомые, лучше, наверное, пойти и обратиться за помощью именно к ним, потому что знакомые явно, если вы в хороших тем более отношениях, я думаю, что знакомые вам ничего плохого не посоветуют. Рекомендую вам быть всегда здоровыми, следите за своим здоровьем, старайтесь вести правильный образ жизни, правильно питаться, поддерживать свое тело в тонусе. Ну, у меня на этом все, спасибо за просмотр, если вам понравилось видео, ставь лайк, также подписывайся на канал, жми колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео, ну, у меня на этом все, всем удачи, всем пока!